Мы находимся в Зыряново. Как рассказали местные, пожар пришел с поля. Первый дом сгорел вот за моей спиной, второй дальше по улице. К счастью, они были нежилыми. Пожарные тушат очаги возгорания, но ждем и надеемся, чтобы он не перешел на остальные дома. Почти вся деревня горит? Вся сгорела, не то что почти. Причину не знаем, но дело в том, что началось оттуда, снизу, и загорелась сюда, и вся загорелась деревня. Первым под удар попал дом семьи Борисовых. Увидели пожар соседи. Они и попытались потушить огонь. Самих хозяев в это время дома не было. Вот это у нас угол остался. Вот этот вот. И вот это как вынуло ветром, как долонуло, и вот здесь отсюда все загорелось. По верху и по низу там, значит, и везде. И не подойти, не пожарок. А пожарка была. Приехала, не вода кончилась. Она кончилась вода, они там полили. Полили и уехали за водой. И вот уехали, и они вот в это время, и все, и загорелось опять по новой. Пока заправлялись, подойти невозможно было. Мы давай, значит, воду таскать, откапывать. Вот эти два дома спасли. Галина Дмитриевна с мужем жила тут десятки лет. И за день все. Дом, баня, амшанник, где зимовали пчелы, превратилась в пепел. Мужчина в шоке, женщина в слезах. Уверена, их подожгли. А кто поджег-то? А кто знает? Знаем, кто. Знаем, пока знаю, кто. Галь, не говори. Здесь треханыги, они сегодня нам встретились. Мы их в Плотникову не повезли. И они нам это устроили. Это знакомые ваши? Да и у нас в деревне все же знакомые. Вы же сами знаете. Потому что мы только отъехали. И они скажут, но вы сегодня сгорите. Вот результат, мы сгорели. Сейчас в Борисовых приютят родственники, пока те будут разбирать обломки и, скорее всего, отстраивать дом заново. Если они вообще решат остаться. Из всего нажитого у них на руках машина и пчелиные семьи. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком.